Данные по коронавирусу сегодня вселяют небольшой оптимизм. Впервые за долгое время суточный прирост оказался ниже 30. На 7 мая в Новгородской области выявили 29 новых случаев. Тем не менее, рейды по проверке масочного режима продолжаются, и сегодня опять инспектировали торговые центры. Регулярные рейды первоначально носили профилактический характер, но с недавнего времени за тем, как жители соблюдают масочный режим и социальную дистанцию стали следить строже. Сейчас мы понимаем, что и бизнес уже знает все требования, и судебная практика привлечения к административной ответственности говорит о том, что другого способа, как действовать жестко с помощью судебной структуры, к сожалению, самосознание граждан к другому выходу не приводит. На входе в торговый центр «Русь» покупатели информируют об обязательном использовании средств индивидуальной защиты. Большая часть масок заходит, сразу там за воротами одевают. Процентов 10 здесь одевают. И процентов 5-6, наверное, когда говоришь, одевают. Очень редко кто отказывается. Участники рейда проходят в торговый центр. У продавцов маски надеты по всем правилам, а вот у некоторых покупателей спущены на подбородок. Масочку. Вы понимаете, что у нас в торговых центрах и в магазинах мы ходим в масках. У нас административная ответственность предусмотрена гражданами от 1000 до 30 тысяч рублей. От раза к разу все-таки мы видим, ну, уже частичное, скажем так. Из 100 человек, скажем так, 1-2 все-таки забывают маски. И самое важное, чтобы здесь само руководство этих центров, скажем так, в случае забывчивости людей, были в наличии эти маски. Один из 100 все же нашелся. Нарушительница санитарного режима отказалась предоставить свои данные для составления протокола. Продолжить общение девушке придется в отделении полиции. Профилактические рейды будут проходить ежедневно до конца выходных. Впрочем, и в остальные дни лучше не забывать про средства индивидуальной защиты в общественных местах.